Сегодня 6 марта 2019 года, Симферополь. Я решил сделать несколько видео касающихся формировки фундука штамбом. Скользко коснемся вопроса в обрезке. Видео будет состоять из нескольких частей. Это часть первая, она такая больше теоретическая. Я расскажу и покажу определенный материал, на основании которого в следующих видео я попытаюсь по своему разумению сделать обрезку штамбов фундука сорта трапезунт разных годов посадки. Сразу скажу, что мое руководство, мои видео нельзя воспринимать как руководство к действию, поэтому я прошу всех отнестись к ним более-менее критически. Я тоже новичок, каковы. Наблюдаю, смотрю. Если мои наблюдения кому-то помогут, буду рад. Вот и в описании к этому видео я дам ссылку на свое предыдущее видео, называется от саженца к дереву 2019 год. Я рекомендую вам его просмотреть, чтобы больше быть в теме. Разные сорта фундука требуют к себе разного подхода к штамповой формировке. И более того, есть сорта, но как будто созданные для выращивания деревом. Вот перед вами неизвестный сорт. Это сортовой фундук. У него орех сушеный весом около двух граммов. Выход ядра 53 процента. Показывал я его в своих обзорах. И очень тонкая скорлупа. Это очень сильно рослый сорт. И он как бы создан для того, чтобы его выращивать штампом. То есть, всегда здесь какая-то поросль присутствует. Раз в год я ее удаляю. Как опылитель он мне подходит. Ну, так вот, рассмотрим как бы само это дерево, его историю, происхождение, чтобы понять, как можно формировать высокорослые сорта фундука. Вот я раньше не знал, как формировать штампом. И вообще к нему не прикасался. За несколько лет, вот видите, это бугорки. Вот, вот, вот. Это все отсюда. Здесь были почки, которые я не убрал своевременно. И отсюда росли ветки. Вот. Ну и когда я уже додумался до того, чтобы формировать дерево штампом, это была просто елка. И мне пришлось секатором вот эти вот все ветки, которые здесь росли, вырезать, делать штамп здесь сантиметров 50. Потом, клянусь, я больше к нему не прикасался секатором для формировки. Ну, вот у меня здесь вот только одна такая ветка. Это я экспериментирую, как можно восстановить скелетную ветку. Вот. Больше я к нему не прикасался. Вот основной побег, вот он, он как бы сам отклонился в сторону. То есть, ничего я сверху не подрезал. Он отклонился в сторону. Вот эти остальные три побега были мною выбраны, как скелетные ветки. Вот у него первоначально были четыре скелетные ветки. Ну, вот сейчас три. Напомню, к секаторам я к нему не прикасался. Вот давайте рассмотрим, как он сам по себе рос. Вот на примере одной ветки. Вот пошла скелетная ветка. Основная ветка пошла сюда, а это место разветвления. Вот я буду отмечать вот такими синенькими веревочками места, от которого ежегодные приросты можно будет отследить. Вот, допустим, отсюда мы начинаем это ответвление. Напомню, основная ветка пошла сюда, а это первое ответвление. Более нижняя почка пошла расти в сторону. Вот давайте теперь посмотрим годовые приросты. Вот смотрите, одна синяя веревочка. Веду дальше. Вот следующая синяя веревочка. То есть, вот тут расстояние больше метра. Годовые приросты начальные у сильно ростных сортов были очень большие. Вот он досюда водорос. Основная ветка пошла расти вверх. Основная ветка, это имеется ввиду та, которая идет с более верхней почки. Вот разветвление. Это более нижняя почка. Она получается всегда эта ветка, ну, послабее. Итак, ушла эта ветка дальше вверх основная. Вот разветвление. Зеленая веревочка. Я сейчас отключусь, пригну дерево и посмотрим дальше. Ну вот, продолжаем. Вот эта зеленая веревочка. Дальше пошел прирост. Это моя рука. Держу. Вот за год здесь тоже... А, прошу прощения, пропустил. Вот, 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 вот. То есть, здесь уже прирост гораздо меньше. Здесь сантиметров, ну, я не знаю, 70. Вот пошел следующий прирост. Вот до синенькой веревочки. Он еще меньше. Вот прирост позапрошлого года. Вот от этой синей веревочки до этой. Он вообще маленький, тут сантиметров 30. А вот прирост прошлого года. Видите, здесь, ну, сантиметров, наверное, 15-17. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть сорта, как повторюсь, специально созданные для штамбовой формировки. Особо можно даже и в этот процесс не вмешиваться. Все происходит, как бы, самостоятельно. Единственное, раз в год убирать эту поросль и, как бы, соблюдать правила агротехники. Ну, там, рыхлить, поливать. Что еще можно заметить? Что с течением лет по мере загрузки урожаем большинство сил дерева уходит на вынашивание урожая. И приросты становятся все меньше и меньше. Ну, то есть, для этого сорта штамб это та форма ведения дерева, куста, растения, которая позволяет при минимальных усилиях получать максимальный результат. Ну, давайте зададимся вопросом, все ли сорта фундука так же легко, как и этот сорт, поддаются штамбовой формировке? Или есть исключения? Ну, вот я хочу сказать как. Я занимаюсь более-менее смысленно трапезундом несколько лет. И скажу вам, что вот такого дерева вы никогда из трапезунда не получите. Это не говорит о том, что он не может формироваться штамбом. Он может формироваться штамбом, но сам процесс, сам подход к этой формировке будет совершенно отличным от того, который применялся в данном случае. Ну, вот мы подошли к трапезунду. Ему три полных года. Значит, первые годы, в принципе, нормально он идет в рост, формируется. Но у каждого дерева есть тот момент, когда он начинает обильно загружаться урожаем. И как только он начинает загружаться урожаем, трапезунд очень рано и очень обильно загружается урожаем, и у него орех в среднем 4-4,5 грамма весит. И в завязи, в кластере бывает очень часто по 5-6 орехов. Вот из-за всех этих факторов его трудно формировать штамбом, потому что все силы потом начинают по мере загрузки урожаем уходить на урожай. И, как бы, рост очень сильно тормозится. Можно ли как-то уменьшить роль ранней и сильной загрузки урожаем сорта трапезунд или нет? Ну, вот точно вам скажу, что, на мой взгляд, можно. И к этому есть определенные подходы. В следующих видео, на примере деревьев разных годов посадки, я попытаюсь, по крайней мере, свое мнение высказать. Насколько я знаю, сорт Карамановский, сейчас очень модный, Карамановский президент, очень хороший сорт вывел Махно Василий Григорьевич. У него очень сходная ситуация. Он тоже очень быстро загружается урожаем обильно. И я думаю, что к нему, возможно, будет применим такой же подход, как и трапезунду. Еще раз говорю, что то, что я говорю сейчас, возможно, с годами я пересмотрю, это не истина в последней инстанции. Но вот свое мнение в следующих видео выскажу. Успехов! Успехов! Поехали! Продолжение следует...